Рад всех приветствовать на нашем канале Воллюкс, канал, который был создан для вольвоводов и для наших клиентов. Сегодня пойдет речь о системе кондиционирования, так как на улице температура 30+, все жаримся, паримся в салонах, и у того, у кого вышел кондиционер из строя, я думаю, этот ролик будет актуален. Поехали! Итак, перед нами Volvo S40 P1 платформа, S40 второго поколения, с двигателем 2,4 литра атмосферным. Передо мной компрессор-кондиционер бывшего употребления и новая муфта, которая устанавливается на этот самый компрессор. Итак, какие бывают неисправности системы кондиционера? Ну, самые распространенные, это, конечно же, сам радиатор кондиционера и проблемы с муфтами, которые устанавливаются на компрессор кондиционера. И уже впоследствии сами компрессора выходят из строя, что в более редких случаях это трубки либо датчики, но это гораздо реже. Итак, если у вас вышел из строя кондиционер, что-то не работает, вы садитесь в столон, нажимаете кнопочку «включить кондиционер», а у вас дует теплый воздух, либо же какое-то время дул холодный и стал поступать теплый воздух, конечно же, нужно обратиться в техцентр и как минимум произвести диагностику. Как производить диагностику я сейчас не буду на это тратить время и рассказывать. Мы сегодня с вами поговорим о более серьезных неисправностях, вот таких, как выходы уже каких-то агрегатов из строя. С радиатором кондиционера все понятно, заменили, поехали дальше, добили систему фреоном. А что если неисправность не связана с утечкой, а связана с муфтой и с компрессором? Вот тут стоит разобраться и самый актуальный на данный момент вопрос это стоимость, так как мы все знаем, что все подорожало, каким образом лучше всего и дешевле выйти из этой проблемы. Почему передо мной именно поддержанный компрессор кондиционера и новая неоригинальная муфта? Ну потому что оригинальный компрессор кондиционера на этот автомобиль сейчас стоит 80 тысяч рублей, а оригинальная муфта на этот автомобиль стоит 40 тысяч рублей. В принципе, если вы располагаетесь такими деньгами и готовы отдать их за комфортное состояние в салоне, то, конечно же, проще всего взять компрессор кондиционера за 80 тысяч рублей, поставить и через час выехать из сервиса. Но для того, кто привык экономить и не готов расставаться с такими деньгами, нужно углубиться в проблему, разобраться в чем неисправность и, скорее всего, она будет только в муфте. То есть вот мы видим муфту, муфта состоит, в общем-то, из трех частей, из пластины, шкива и вот такого магнита, механизма, который включает эту самую муфту. Итак, если же неисправность в муфте, 40 тысяч рублей оригинал, из неоригинала у нас только вот такой вот есть бренд, даже не бренд, а, скажем так, китайская муфта. Стоит она 5 с небольшим тысяч рублей. Да, вроде бы все отлично, новая муфта, ну, не оригинал и бог с ним, но не так все просто и однозначно. Ну, давайте, к примеру, возьмем Volvo S40, она же C30, V50, да, P1 платформа, и возьмем, к примеру, P3 платформу S60 с двигателем 2.5 turbo. Периодичность работы муфт на этих автомобилях разная, то есть она отличается, не каждый компрессор, не каждая муфта работает одинаково. Есть разные механизмы работ, и если мы установим китайскую муфту на P3 платформу, то ей будет работать сложнее. Если мы установим китайскую муфту вот на такой автомобиле, ей будет работать проще. С чем это связано? Связано это с материалами, конечно же, не просто так эта муфта стоит таких скромных денег на сегодняшний день, материалы применены не очень качественные, да и сборка оставляет желать лучшего, но тем не менее эти муфты, в общем-то, отчасти работают. Почему же есть разница в работе вот этих разных моделей Volvo? Дело в том, что у S40, C30 и V50 муфта работает в другом цикле, она работает, скажем так, прерывисто. Включилась, выключилась, включилась, выключилась. А на P3 платформах муфта работает всегда, то есть она включилась и крутится, и крутится, и крутится. Соответственно, температурный режим набирает больше, и если бы вы установили новую оригинальную муфту за 40 тысяч рублей, она так и продолжала бы работать. А китайская может отключиться, может не выдержать. Соответственно, вы включаете опять, а он не включается. Вот недавно у нас был автомобиль, клиент не готов был потратить 40 тысяч рублей и расстаться только с 5 тысячами рублей. Соответственно, рекомендацию он получил следующие. То есть новую муфту поставили, кондиционер заработал, но он отключается, то есть муфта перегревается. В этом случае мы можем посоветовать только одно. Либо установить оригинальную муфту, либо же он останавливается на автомобиле, соответственно, дает ему остыть, и только после этого будет опять включаться кондиционер. В общем-то, клиент смирился с этим, его это устраивало, так решили и оставить. А вот китайские муфты на S40C30 приживаются. Да, бывают бракованные муфты, но эти гарантийные обязательства мы берем на себя. А какой еще можно было бы применить способ? Можно было бы установить поддержанный компрессор кондиционера. Да, он стоит 27 тысяч рублей. Но тут нужно знать, сколько он прошел, какой пробег. Вот, к примеру, через несколько дней в пятницу к нам приходят два поддержанных компрессора кондиционера. Пробег их будет не более 50 тысяч, потому что автомобили, с которых их сняли, идут они из Японии. Мы эти автомобили знаем. Можно также применить восстановленный компрессор кондиционера. Но в восстановленном компрессор кондиционера будет установлена именно такая муфта. И тут уже вопрос, что лучше получить? С небольшим пробегом БУ чуть дешевле, чем восстановленный компрессор. На наш взгляд лучше установить БУ. Но, опять-таки, если есть в наличии. То есть, нюансов достаточно много. Для того, чтобы сэкономить, нужно проанализировать достаточно много моментов. И желательно анализировать их с теми людьми, то есть с нами, те, кто сталкивался с подобными неисправностями и может реально подсказать, что делать, что лучше применить, что лучше установить, чтобы и эксплуатировать было комфортно клиенту, и сэкономить достаточно серьезную сумму денег. И подытожу я все вышепересказанное данным автомобилем, повторюсь, из 4024 бензин, выполняем диагностику, есть неисправность, то есть клиент приехал к нам на станцию с проблемой, кондиционер работает 10-15 минут, выключается, поступает теплый воздух. Пока неисправность не найдена, вернее она найдена, мы видим, что некорректно отрабатывает муфта, в момент, когда она должна включаться по нашей диагностике, она не включается, приняли решение не устанавливать пока новую муфту, так как мы 100% не уверены, что неисправность именно в ней. Приняли решение установить именно тот поддержанный компрессор кондиционера, который придет через пару дней, и посмотрим, что из этого всего получится. Вот такая вот ситуация, такая история, вот такие бывают моменты с кондиционерами, но жариться, шквариться в салонах, конечно, никому не хочется, и решать эти проблемы нужно. И желательно меньшими деньгами, и желательно это делать на Вольво вместе с нами. Ребят, ну в очередной раз, если был полезен, я очень рад, оставайтесь с нами, и до новых встреч!